Традиционно, конечно же, наша кампания по утрам становится все шире, и вот к нам присоединился гость Ольга Бобарева. Приветствую вас, психоаналитик, да? Привет. Вот видите, как мы вас с утра уже сразу самодифицировали. Ну, мы знаем, что даже уже Владимир Путин прокомментировал как раз такие информации, которая появляется в средствах массовой СМИ о коронавирусе. И в основном она нередко бывает преувеличена. Вот как вы считаете, действительно ли это так? Ну, может быть, я вас разочарую. Я очень редко смотрю в средства массовой информации и избегаю тоже новостных лент в сети. Ну, потому что они вызывают тревогу. Тревогу? Конечно, они вызывают тревогу и панику. Разве это плохо? Ну, конечно, определенный уровень тревоги он абсолютно нужен, потому что без нее мы попадем под машину или действительно чем-то заболеем. Но повышенный уровень тревоги он для чего? Ну, вот как вы думаете, стоит ли реагировать и вот на всякие вызовы? Или как стоит реагировать на ту информацию, которая появляется, потому что ее очень много, она в больших объемах всегда. И даже если ты телефон открыл, ленту новостей, да, то он же телеграмм или... Да, действительно, вот была ситуация, что я выступала на радио вместе с Андреем Бородиным, ну, вот в вашей же структуре. И тоже мы говорили про коронавирус. И дело в том, что к концу передачи я поняла, что я испытываю панику. Почему? Ну, потому что настолько много информации, которой я была не готова и которая была действительно тревожная. И таким образом как раз происходит психическое заражение масс, да, когда снижается критичность на высокой эмоциональности, снижается критичность восприятия информации. И возникают физиологические реакции, возникает стресс. А по поводу коронавируса и вообще вирусов, ну, это вот мои врачебные такие умозаключения, потому что по образованию я еще и врач, от вирусов спастись можно только высоким иммунитетом. А хронический стресс, он снижает иммунитет. Поэтому чем больше вы тревожитесь в преддверии того, что вы заболеете, тем больше шансов у вас подхватить банальный грипп и слечь в кровать хотя бы с гриппом. Потому что накрутить себе, что это невозможно. Ну, все же, как бы укрепить свой организм, чтобы он переживал такие моменты стрессовые. Ты сейчас про организм целом или про голову? Ну, я думаю, вот есть ли какой-то щит от стресса? Ну, тело и психика, они вообще неразделимы на самом деле. Нельзя исключать, да, одно от другого. Поэтому чем сидеть в интернете, то, может быть, стоит пойти по улице погулять, заняться каким-нибудь упражнениями физическими, поесть фруктов, мыть руки перед едой. Это банально как раз и убережет от вирусов. От любых, не только от коронавирусов. Допустим, вы листаете ленту новостей и увидели новость про вот этот китайский вирус. Как у вас любопытство все же затащат в эту новость? Или вы обойдете ее страной и дальше пролистаете? Мне вот интересно, вот ваш личностный какой-то момент. Я пролистаю. И неинтересно? Вот, если честно, я смотрела эти ролики только через какие-то, ну, опосредованные. Вот они случайно у меня попадали в ленте. Но я выключала, потому что действительно это нагнетание. Это психическое заражение, это повышение тревожности общей. Мне в моей профессии лишняя тревожность не нужна. Ну, вы знаете, тут достаточно, мне кажется, посмотреть статистику заразившихся, да? Да, да, да. С учетом численности населения. И перестанете паниковать. Ну, как бы, тем более, что лечат коронавирус. Ну, потому что там же не такое большое количество... Ну, это много, 40 тысяч человек, безусловно, да? Но с учетом всей численности населения Китая, ну, как бы, это как и обычный гривень. 40 тысяч – это заразившихся или умерших? По-моему, заразившихся. Нет, потому что я действительно не слежу. Дни от 2-3 назад просто случайно посчитала статистику, ну, и поняла, что с учетом многомиллионного населения... Да, это крайне мало, во-первых. Во-вторых, есть группы риска при любом вирусе. Это маленькие дети и старики, которым опасно вообще заражаться любыми вирусными инфекциями. Поэтому лучше в период эпидемии, там, может быть, себя ограничить, там, маленьких детей никому не показывать. Ну, как традиционно у нас в России или на Руси принято. Ну, обычно я слышал, что от обычного вируса страдает людей, как правило, больше, ну, пока и не было этого коронавируса. Обычные грипты имеешь в виду? Да, обычный грипп. Ну, даже не грипп, их очень много, да, и урвы, да. Дело в том, именно в том, что как раз-таки тот, он распространяется просто быстрее, и вот главное, вовремя себя как-то обезопасить. Слушайте, ну, мы тоже могли видеть сначала птичий грипп, потом свиной грипп. Да, мы пережили столько эпидемий. Экбола сразу же это вспоминается. На самом деле, да, когда вы видите слово эпидемия, ну, где-то у меня сразу возникает, ну, какая-то картинка в голове, то есть мыслеобраз. И этот мыслеобраз, он из какого-то фильма, там, 90-х годов, тоже про какую-то эпидемию, и там все страшно, окружается, оцепляет. Я сразу просто политическое что-то тоже вспоминаю, и... Ну, мы же понимаем, что это не эпидемия, что это просто распространение, да, заболевание, ну, как бы, и оно, в принципе, пока за какие-то там рамки сумасшедшие не выходит совершенно. И я потом посмотрела, больше 50 фильмов было снято про эпидемию, поэтому у каждого в голове есть картинка, что это страшно, опасно, это смертельно, все, мы все умрем. Ну, знаете, кстати, на этой волне в западных странах как раз-таки сейчас массово раскупаются даже романы, посвященные эпидемиям, написанные... Серьезно? Да, конечно же, пользуются, это не только, ну, такой вот ход по маркетингу для медицинских масок и так далее. Нашли просто мне продать все, мне кажется. Поэтому кто-то просто на этом, видимо, хорошо наживает. Ну, вот в аптеке я была пару дней назад, маски только блоками по 10 штук продаются, ну, это финансово выгодно. Ну, конечно, главное вовремя себя тоже обезопасить. Ну, и тоже, когда только появились первые сообщения о распространении заболевания, мы знаем, что в Феодосии, допустим, уже начали продавать именно препараты конкретно от этого заболевания. Ну, как они там оказались? Ну, спасибо вам большое, мы надеемся, что, в принципе, если люди будут видеть различного рода сообщения, они будут перепроверять информацию, либо спокойнее к ней относиться. А у нас уже как раз-таки прямо перед нами следующая рубрика, о которой мы готовы перейти, это новости из интернета, так что, пожалуйста.